приветствуем вас дорогие друзья на новом уроке субботней школы урок номер девять берегитесь любостяжание памятный текст евангелие от луки 12 15 при этом иисус сказал им смотрите берегитесь любостяжание ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения мы начнем урок с молитвы приглашаем вас присоединиться к нам а также скажите кто вы откуда мы с белочкой в этот раз вместе пишем урок субботней школы добрый господь благодарим что помог нам прожить этот непростой период жизни благословил нас благословил открыть слово твое и учи нас господь наставляй и в этой важной теме дай нам понять твою истину и жить согласно ею духом твоим присутствие в нашем сердце благослови каждого во имя христа аминь аминь и сразу хотела спросить что же такое любостяжание вот как это в понимании обычного человека любостяжание как понять ну да интересно само это слово любовь стяжать любовь к стяжательству с одной стороны нам всегда что-то надо в семье для нас для кого-то но любостяжание это когда мы не просто хотим что-то приобрести когда мы идем магазин на рынок или где-то еще какие-то покупки делаем а любостяжание это уже греховное чувство когда она например не наше когда это запрещено нам или увидя у другого что-то и у нас появляется страстное желание завладеть тем что нам не принадлежит а есть у другого получается это желание необузданное желание да это это желание это такое но направление движения человека это его хобби надо или черта характера мне кажется она у каждого есть или может быть но с этим нужно бороться это нельзя в себе культивировать и развивать а это относится только к деньгам допустим если человек любит только собирать деньги или собирать сокровища или все-таки это относится и к каким-то другим сферам жизненным не только к деньгам ну например вспоминая историю люцифера мы можем сразу сказать что у него это не касалось денег вообще там на небе у ангелов не было денег но когда он позавидовал вас желал славы сына божия славы христа и пожелал место божия не удовлетворен был своим тем что бог ему дал то это и было тоже грехом любостяжание то есть он хотел себе того или захотел какое-то время же он не хотел он был доволен а потом у него появилась вот эта мысль и когда в книге пророка исаи описано что сяду на горе в сонные богов буду подобен всевышнему 14 глава книги пророка исаи описывает это падение люцифера и она так постепенно вот это его желание поэтому любостяжание не только денег касается она может касаться вещей положения недовольство тем что тебе бог дает ну и многого другого жена там написано в заповеди не пожелай ни жены не осла не вала ничего вот интересный текст мне очень понравился исаи 14 глава 13 текст а говорил сердце своем взойду на небо выше звезд божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера значит он не просто хотел положение он хотел стать богом которому нет границ возможно вседозволенности или еще чего то получается он хотел именно вот этого положения до этой власти и не его положение а забрать это положение до забрать чужой ну а это нереально было для него он же не станет богом если он даже хочет то это было нарушение вот этого повеления божия любостяжание то есть он позавидовал захотел то что ему не принадлежит а действительно любостяжание настолько греховный порог и настолько этот грех что вот апостол павел в ефесянам 5 глава 5 текст даже приравнивает это к идолослужению к идолопоклонству и на один уровень записаны он с блудниками чародеями там в колоссянах тоже есть записано и нечистота страсть злобная похоть и любостяжание тоже причислено к этим как бы таким смертным ужасным грехам неужели это так ужасно просто чего-то хотеть но ничего при этом делать но все равно там дикое желание вот хочу то но это же хорошо хотеть например я хочу хорошую работу при этом значит я хочу получить хорошее образование значит при этом я буду хорошо учиться и как бы логическая цель а закона закончится я получу хорошую работу потому что получил образование хорошо учился но это же хорошо хотеть и до стремитесь к хорошему а почему здесь цели определенные но любостяжание это уже не просто ставить цели и хотеть достичь вот как профессия образования а любостяжание это уже оттенок греха что человек хочет того что ему не принадлежит или не будет принадлежать и он начинает этим или овладевать как было с люцифером например овладевание он поднял бунт против бога и у него начались методы против бога начал клеветать на бога льстить ангелам обещать им то чего они не могли бы получить завоевывать их расположение которое принадлежало богу чтобы они ебу служили поклонялись и поэтому в послании к ефесия нами в послании других и когда апостол павел другие апостолы говорят о том что будет в последнее время действительно это приравниться к таким грехам как блуд как и дала служение и дала поклонство потому что в данном случае идолом становится человек для себя его желание он то есть я хочу я себя обожествляю получается желание да и желание потому что я на месте бога не бог который говорит вот это выбирай это не вы это ты можешь хотеть на этого хотеть не нужно помните как его пришла к дереву и возжелала уже в беседе сатаной вас желала она написано увидела и у нее появилось это вожделение она очень захотела того достичь чего не надо связано люблю достижание с обманом можно ли также тоже сказать допустим это какое-то необузданное желание иметь что-то чужое и когда я его приобретаю я его приобретаю с помощью обмана или каких-то там неправильных целей там или еще как люди говорят иду по трупам достичь своей цели но я достигну своей цели потому что я ужасно хочу вот этого и оно должно у меня быть в любом случае при любых обстоятельствах вот у нас следующий день наш касается ахана истории иисуса на вами эта история когда они завоевывали гай уже ерихон завоевали не завоевали гай и не смогли и жители гая их немного там было но они обратили в бегство народ израильский и вот эта история ахана когда мы видим седьмая глава восьмая глава книги иисуса навина что значит когда мы завладеваем с помощью обмана то есть заметьте любостяжание один грех не остает не основном и человек не останавливается на одном грехе грех тянет за собой еще какой-то грех и когда хан описывает что как я как он взял это он горит между добычей я увидел одну прекрасную синарскую одежду 200 сиклей серебра слиток золота это мне полюбилась и я взял это был запрет это заклято это это был как первый город не гай а первый город ерихон который бог разрушив стены придал ибо сказал ничего не брать все заклято ну как первые плоды как ну это было и проверка и урок это закон божий если бог так сказал то это закон не отменяется никак что делает ахан он нарушает божье повеление потом он молчит он просто как бы его обман заключался в том что он молчит люди говорят но что происходит почему оказалось такое положение почему поражение а он молчит и потом уже когда в конечном итоге жребий божий показывает кто виноват там несколько было таких логических цепочек которые уже показали действительно что это был конкретно ахан да и тогда он признается горит там не полюбилась поэтому возвращаясь к этому греху любостяжание грех любостяжание как и в люцифере желание иметь то что тебе не принадлежит поэтому любостяжание не просто это любовь к чему-то это неправильная любовь неправильное влечение это вожделение того что не твое и естественно это будет не теми методами добываться неправильными методами вот ахан взял заклятое взял не свое у нас тоже есть вещи которые не наши например вот десятина приношения или мы знаем что вот работая где-то это не наше или с кем-то общаясь мы знаем что это его пусть она ему принадлежит навсегда у тебя такого не будет его жена его дети или муж или имущество дом у него такая семья вот антона его это не наше его положение всего чего он достиг а если допустим человек хочет вот у него как бы в душе это любостяжание есть но он не предпринимает никаких действий он не забирает он не обманывает он как бы ничего не делает он просто вот очень очень хочет на уровне хотений но как бы на ури на уровне теории в практику он уже не применяет свое такое необузданное желание иметь да с этим можно жить как бы это не считается грехом с этим люди живут но это тоже грех христос сказал кто посмотрит на женщину с вожделением тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем поэтому так зачем а то есть это еще глупее ты смотришь не можешь взять но все равно хочешь ну зачем так откажись это же грех потому что ты уже в мыслях своих если бы у тебя была возможность ты бы сделал все же начинается останавливает только возможности которых не а если бы дали человеку возможности и сказали тебе ничего за это не будет ну кто-то бы сказал хотя бог не говорит этого что тебе ничего не будет бог говорит если ты нарушаешь смотришь с вожделением и хочешь запретного ты уже как бы это сделал ты уже как бы это сделал поэтому это почему такое суровое наказание для ахана да что он не только сам погиб но погибла насколько я знаю помню даже семейство его погибло да там как бы не ни одним аханом обошлось почему такое серьезное наказание вот за такое было грех востяжание проблема была в том что у ахана это был не грех его личный он спрятал это под шатром я взял это и вот она спрятана в земле среди шатра моего и серебро под ним и написано наш пошли люди и спрятаны было в шатре его и серебро и в общем взяли вот дело в том что а это утаить невозможно было от членов семьи в сговоре оказалась вся семья все они молчали и этот грех он знаете как такая заболевание инфекционное но начинает распространяться ему нужно было положить конец поэтому все кто были соучастники этого понятно что ахан мы не все знаем конечно о чем говорила хан жена дети могли быть разговоры какие-то которые прояснили бы нам эту ситуацию больше мы не все знаем их разговоры бывает так что дети говорят родителям что мы будем делать как нам жить и они понукают своих родителей каким-то поступком бывает муж понукает жену побуждает или жена говорит мне все мало мало давай что ты делаешь как ты неудачник жизни и поэтому мы не знаем этого всего но так как все это было в шатре среди этой семьи то все в конечном итоге что они имели бог не допустил ошибки он видел сердце и поэтому все это было уничтожено и все если мы пойдем дальше по уроку то мы столкнемся самой трагической истории человека который был одним из самых близких людей который был рядом со христом он видел его чудеса он слышал его проповеди он не досыпал с ним не дойдал с ним он услышал все его учения о том что нужно прощать о том что нужно любить о том что нужно иметь черты характеры похожие на отца и это иуда иуда искариот а в чем трагичность его истории вы знаете он такой близкий был представьте из всей земли 12 апостола были приближены к иисусу 12 и иуда мог быть великим близким другом христа но предал его то есть тот кого иисус так приблизил тот кому он так доверился с которым он делил все и жил и доверял и путешествовал и все напасти и ночи и дни вот они 12 были как семья иисуса он поднял на него руку а что с ним случилось почему вот имея столько возможностей имея столько впоследствии это же были прекрасные перспективы он достаточно был образованный он имел и логическое мышление он имел видение он был по меркам сегодняшнего общества это был чудесный перспективный человек который мог бы иметь все чтобы он захотел что он захотел божий служить да ну вот божий служитель допустим пастор как бы можно так на сегодняшний лад сказать но что с ним случилось что сподвигло его вот на такие действия которые впоследствии он предал иисуса христа и как бы вошел в историю библии в истории в истории человечества не конечно не с хорошей чертой характера своего евангелие от иоанна ну и в других евангелиях описано предательство есть одна история которая и в уроке приводится когда вечером на вечере мария взяв фунт народного чистого мира помазала ноги иисуса отерла волосами это был персим где симона мир да усима пригласил фарисея прокаженного и там был и лазарь и мария и марфа и ученики и тогда один из учеников его иуда симона вискариот который хотел предать его сказал для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим сказал же он это не потому чтобы заботился о нищих но потому что был вор он имел при себе денежный ящик и носил что туда опускали иисус конечно мягко сказал что оставьте ее она доброе дело сделал для меня в данном случае у проблема иуды было в том что сребролюбие то есть опять же любостяжание сребролюбие он хотел то что ему не принадлежало давали христу давали на нужды их а он думал но я тоже со христом и брал себе что-то и эти небольшие так сказать и так и пожертвования для христа в то время он не был богат как-то и хрисус говорит давайте накормим торпу толпу людей много людей ему говорят ученики филипп говорит именно 200 динариев не будет где и как нам это все то есть у нас столько денег даже нет ну иисус говорит а что у вас есть пять хлебов две рыбки то есть иисус немного имел но даже из этого иуда себе полагают как думал он что ему принадлежит это брал себе поэтому проблема иуды было что он брал то что ему не принадлежит но корень этого греха корень этого греха иуды любостяжание опять же вот как мы говорили идолослужение мы себя ставим на место бога и вот корень греха иуды был в то же самому он себя возвеличивал считал себя умнее выше христа мудрее и других учеников тоже и поэтому иуда считал что иисус не все правильно делает не не так он идет к царству не так он служит и он противопоставлял свое мнение прикословил ну вот корень греха в эгоизме в любви к себе в самовозвышении вот этот люциферизм или возвышение себя она является корнем и всех других грехов желание желание из себя сделать бога мои желания закон мои желания превыше всего и уже все остальное она вытекает из этого что тогда я хочу что-то иметь и то что мне не принадлежит какие-то при этом делаю какие-то действия что я хочу иметь и вот иуда хотел иметь и он предпринял действия что было ну как бы легче всего если он носил этот ящик как бы легче всего его было где добыть деньги не пойти работать потому что если хотел он имеет безбедную жизнь там покупать что он хотел или еще как-то отличиться деньгами он не пошел работать а нашел как бы легкий путь ну да честно было бы ему сказать господь мне с тобой не по пути я несложно мне не хватает финансов я хочу пойти как богатый юноша который услышал что надо все оставить сказал ну как бы сделал другой выбор отошел с печалью а иуда же сам пришел он сказал я пойду за тобой куда бы ты не пошел иисус говорит лисицы имеют норы птицы гнезда а сын человеческий не имеет где голову преклонить иисус самом начале его следования сказа видя корень который у него есть зачатки иисус тут же ему сказал я ничего не имею со мной ты не будешь иметь того что вот люди хотят этого иметь со мной ты будешь иметь что-то больше если ты хочешь он сказал господь я все равно пойду с тобой куда бы ты ни пошел поэтому с иисусом он бы имел но другое царство небесное отношение он же видел любовь христа он же потянулся за христом но вот пошел и в конечном итоге увлекся не тем что что нужно и предала иисуса то 300 то мира стоила 300 динарию мария так полюбила христа а он так его унизил что придал его за 30 серебряников то есть это была жалкая цена жалкая цена раба и он сказал ну дайте 330 то есть я и за 30 придано но мы уже упоминали в начале этого урока мы хочу еще раз спросить а если семейная ответственность допустим муж жена дети и когда у них есть сговор в чем-то несут ли несет ли муж ответственность за жену в данном случае в контексте любостяжания или жена несет ли ответственность за мужа еще один наш пример библейский это семья анани и сапфира первоапостольская церковь желание у них было очень хорошие они были они хотели быть полезными и хотели посвятить свое имущество на то чтобы люди но имели что покушать что и где поспать и чтобы весь евангелие в принципе распространялась это были приношения так были добровольные приношения их не их в церковь и они присутствовали на богослужении на том служении когда ученики молились господи дай нам зерновением проповедовать и служить тебе и вот против нас есть угрозы но мы хотим тебе служить и по их молитве поколебалась место и тогда вот когда у многих у верши была одна душа одно сердце и они служили один другому и там был варнава который принес ей свою там землю продал принес эти дары чтобы служить чтобы жить как семья в этот момент она не и софира делают такой обед что они тоже имея определенное имение они продают и приносят апостолам да это было хорошее желание как бы очень думаю что это было лукаво спланировано это мне кажется и был такой вот отклик их благодарности и любви по отношению к богу побуждение духа святого но потом когда дело коснулась осуществления и когда уже на этапе что увидели деньги и надо их отдать и стала жаль это сделать и они начали думать как это сделать чтобы и с одной стороны обед исполнить и в глазах людей быть уважаемыми и такими благочестивыми а с другой стороны и себя как это не обидеть и вот в данном случае они лгут и когда в пятой главе дьяни апостола написано что они принесли и в общем как бы они приносят ногам апостола и говорят мы сделали вот как как этот сделал варнава ну да в данном случае был обман и в этом обмане петр уличает и говорит вы солгали не людям не на мне тем кто вас окружает а духу святому потому что вы и богу обещали и богу солгали получается они же цену не озвучивали в ней они не говорили апостола мы допустим принесем энную сумму они мы принесли бы любую сумму и сказали вот это то что мы выручили как бы никто не знал из учеников цену такую то той продажи которую они имели но действительно то что они обманули бога и это было раскрыто а еще вопрос почему так быстро поменялось желание первое желание было отдать а потом я не думаю что это прошел месяц или какой-то еще длительный срок и тут же происходит вот и такая перемена и резкая перемена они не то что не задумываются не спрашивают боже а может мы меньше там или с апостолами советуются вот у нас такая проблема они резко меняют свое решение и сразу в действие его приводят почему так быстро меняется сердце человека и желание его нас постоянно происходит борьба между плотью духом между хорошими желаниями и плохими есть побуждение божье а есть плотские и эта борьба постоянно ну например дали они обед богу написано что если ты обещал богу то исполни бог не благоволит к тому кто говорит и не делает но допустим дали обед не подумали или подумали потом сказали господь но мы не можем этот обед мы например не хотим так сделать прости нас мы виноваты можно было честно пойти этим путем но опять же заметьте грех не бывает один обычно одна черта негативная греховная она собирает и другие и вот они как тому что любили это богатство потом обманывают потом гордыня все-таки у нас будут почитать как будто мы все это сделали то есть она все прибавляется я думаю в данном случае почему это происходит нам надо сделать вывод из урока как это эту черту победить какие есть шаги чтобы с этим справиться представьте с мы посмотрели на сатану мы все негативные примеры познали вера до на ахана на иуду посмотрели на ананию сапфиру а как же с этим бороться вот если у человека неуемное желание хотеть чужого или приобрести богатство неправедным путем вот как с этим бороться ну как бы человек же не может так я не не хочу я не буду хотеть я не буду хотеть он не может повторить а повторять себя как бы и заклинать себя вот я не буду хотеть я точно не буду хотеть это достаточно серьезный порог любостяжание что с этим делать можно ли вообще его победить или как бы если у человека уже зародилось это любостяжание то уже все как бы не уже погибший человек и с этим человеком все уже однозначно нет все однозначно нет потому что мы боремся и бог на нашей стороне он нам помогает есть несколько разных советов разных советов но первое что бог говорит возлюби меня всем сердцем и всем разумением всей крепостью то есть полюби меня больше чем все остальное даже чем себя отвергни себя и это не просто повеление это наше лекарство и этому лекарству то есть бог дает порцию так сказать лекарства это его любовь он говорит полюби меня потому что я прежде тебя возлюбил посмотри как я тебя полюбил я отдал сына своего я все делаю для тебя милости божьей благости полна вся земля наша жизнь окружена благостью посмотри сколько бог бескорыстно делает для тебя и бог говорит полюби меня второе например в 118 псалме написано как юноша содержать чистоте путь свой хранением по слову твоему сердце моем сокрыл я слово твое чтобы не грешить пред тобою важно с богом проводить время слово или библия это наше постоянное как бы лечение регулярно чтение библии общение с богом чтение запоминания надо понимать что когда мы читаем библию когда мы общаемся с богом и любим его на что мы смотрим в том и преображаемся человек который только смотрит какие акции кто где как вот этот инстаграм весь уставлен то так сделал то так то так одет тот туда поехал тот то приобрел и все люди смотрят и я хочу я хочу я хочу потому что на что мы смотрим а это же все так вот instagram facebook там youtube весь интернет стоит на том что ты смотришь и ты начинаешь хотеть и ты начинаешь хотеть так ты посмотри на христа чего он хочет на его характер проводи время с ним потом молитва общайся с богом общайся говори с богом даже говори о том что у тебя проблема определенная говори в молитве отче наш христос говорит скажите такие слова и не веди на свои искушения но избав от лукавого мы искушаем и у нас в природе нашей греховное это искушение хотеть его самое первое посмотрела и захотела то есть греховная плоть она будет будешь смотреть а мы живем в этом мире и мы будем что-то хотеть поэтому проводить время с богом любить его еще есть такие такое лекарство когда мы начинаем служить или делать что-то наперекор себе я я такое лекарство от 7 принимать решение независимо от своего желания но от того своего долга мы многие вещи как родители как взрослые люди как муж жена делаем потому что так надо делать даже если не хочется и это хорошо с таким человеком легче если тебе не хочется там готовить детям что-то мужу но ты же это делаешь делаем почему потому что я люблю да и потому что надо бывает потому что надо ты их любишь и любовь это не только чувства такие а бывает и понимаю что ну надо делать и и и не хочется ночью вставать но болеет ребенок ты встаешь или там заботишься о чем-то поэтому многие вещи надо делать наперекор тому что я хочу или не хочу нельзя в себе сильно развивать ой хочу ой не хочу ой поступлю так или настроение было или не было написал стой ноги или не стоит да надо делать и вот служить другим иисус иуду тоже лечил доверил доверил ему служить исцелять помогать и когда он служил мог видеть радость потому что блажение давать нежели принимать это надо испытать когда ты даешь у тебя тоже и у другого радость и она влияет на тебя и вот это служение тоже очень важно служение свидетельство другим без того что мы будем кому-то служить и что-то делать мы не выздоровеем но мы все равно будем служить если не богу то мы будем служить сатане да и она сразу а сатана сразу как бы свои права будет предъявлять я виду слаги и тогда сделай служить для христа струду служить для людей отрекайся от себя что-то отдай и это это следующий рецепт как победить любостяжание еще я советую всем для победы читать истории соломона разочарование соломона он очень был богат он приобрел множество и потом разочаровался посмотри что ты унесешь из этого мира что ты унесешь но от нас собирал ты но набрал ты ну ну попользовался там какое-то время и что и что дальше ты все оставляешь соломон сказал я во всем разочаровался нет смысла приобретать набирать строить все себе нет смысла вообще разжировался в такой жизни хотя был богатейший человек никто так не одевался никто так не пиршествовал как наверное соломон то есть надо анализировать читать книгу экклезиаста священное писание смотреть эти уроки и всем советую а ну а думайте как были ли вы счастливы когда приобретали самое больше когда вам дарили самое много подумаешь вот как долго длилось это счастье вот приобрел получил подарили тебе а потом хочется большего видите как быстро счастье заканчивается это а когда ты что-то сделаешь до болезненно до отречения потом тут вспоминаешь и сколько бы ты не вспоминал и думаешь как хорошо что ты что-то сделал для кого-то дорогие друзья поделитесь своими рецептами преодоление вот этого греха любостяжания и поделитесь также что как вы понимаете что такое любостяжание и актуально ли она в жизни человека и только в жизни христианина но и в жизни человека я не все конечно сказал ну последним искала что избавиться человеком это невозможно возможно богу божья благодать только бог сверхъестественной силой иногда надо молиться как христос сказал что отруби руку вырви глаз отсеки ногу когда она тянет и влечет на не то что нужно это болезненный опыт но божья благодать может помочь иногда сказать господь я не справляюсь с этим ну пожалуйста пожалуйста это не иногда это надо всегда говорить избавь меня от этого и все мы в этом где-то согрешали не знаю если человек среди нас напишите друзья кому ничего не хотелось того что вам не принадлежит и никогда не было у нас какого-то греха сатаны или иуды или ахана или она не сапфиры когда мы обещали и не сделали если среди нас такие есть слава богу молодцы пусть бог нас ведет и всех спасает но мне кажется когда мы и знаем что что-то у нас есть греховное но горем господь пожалуйста помоги мне освободи я хотел бы об этом и помолиться добрый господь благодарю за этот практичный урок и он и учит и обличает нас и мы молим тебя твоей благодати о милости о том чтобы ты избавил нас от этого греха от служения себе от того чтобы мы стали на твое место и захотели того что нам не принадлежит победи и освободи нас от этого благослови всех кто слушал этот урок благослови чтобы церковь твоя и все твои дети были чисты мы были похожи на тебя не были похожи на дьявола благослови нас избават лукавого не веди нас во искушение и пусть твой характер твоя любовь будет наполнять нас и твое счастье славим благодарим тебя за все во имя христа аминь аминь рады что вы были с нами до новых встреч до нового урока субботней школы